2020 год объявлен президентом России Годом памяти и славы. В Ниньском округе продолжается цикл праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так в поселке Красное прошел творческий вечер Муза Победы. В следующем материале все подробности. В школе поселка Красное этим вечером особо трепетная и теплая обстановка. Звучат песни военных лет, поэтические произведения в исполнении победителей конкурса художественного слова «Зеркало души». Когда мы живем в небольшом поселке или в деревне, то такие мероприятия, если они подготовлены хорошо, качественно, то имеют они особо глубокий отзыв в наших сердцах. Как-то, кажется, больше чувствуем, потому что мы здесь, в поселке, ближе, мы всех знаем, практически очень много родственников. Поэтому как-то оно переживается нам сильнее. Одно из особо важных и торжественных событий вечера – передача капсулы времени. В нее вложено послание, которое потомки прочтут в 100-летний юбилей Победы. Инициатива очень добрая, хорошая. В 70 лет была эта передача знамени Победы. И мы в каждом муниципальном образовании на 70-летие у нас побывало знамя Победы. Это региональное отделение, такая была акция. И сейчас местное отделение Заполярного района предложило, чтобы нас объединить, чтобы передать память нашим батонкам о 75-летии Победы, юбилейной дате. И очень важной, значимой предложили капсулу времени. Сейчас в поселке проживает один ветеран войны – Игнатий Васильевич Марков, а также дети войны и ветераны труда. И, конечно же, они не остаются без внимания своих юных земляков. Конечно, историю нашей страны мы обязаны помнить. И очень, я считаю, мероприятия, которые сейчас проводятся, посвященные такой дате – 75-летие Победы, эти мероприятия очень важны для подрастающего поколения, чтобы они не забывали, что предки сделали для нас. И поэтому мы не должны забывать о таком великом событии. На этом череда торжественных мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею Победы, не заканчивается и в ближайшее время пройдет и в других населенных пунктах Невницкого округа. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, телеканал «Север», поселок Красное.